Вау! Это был и Аптос, это было Суи, это было Целестия, это был Арбитрум, это был Оптимизм. Короче, весь хайп до вообще развития этих трендов. Амбо программы одни из первыми. Рассказал я про Moonbeam. То есть куча крутых кейсов было на этом канале. И не нужно было ничего брать с рынка. Итак, так что вы на правильном. Подписывайтесь, лайки в телегу обязательно, друзья. Я не по-пустому это говорю. Значит, кто прав? Кто говорит за ноль? Или кто говорит типа миллион будет? Во-первых, раз смотрим график, обеточек. Смотря в какой вы стадии рынка. То есть, если вы здесь на хаях, условных. И будете говорить, что будет ноль вот здесь. То вы будете правы. Но в каком плане ноль? То есть, вы коррекцию словите и заработаете. И то же самое от дна. Если вы будете говорить, что биткоин будет миллион на дне. На дне, еще раз говорю. Когда всем будет страшно и проще. Кто-нибудь покупать. И он вырос. Вот тогда вы правы. А когда вы говорите на хаях, на хаях, что биткоин будет миллион. То это, ну вы сами понимаете, к чему может привести. И то же самое на дне. Говорите, когда будет ноль. А он растет, да. То есть, поняли, что инфлы, да. Инфа, кто находится, да. Они просто вам говорят. И как бы забирают ваше внимание. Да. То есть, правы они условно. И отчасти, и в зависимости от какой стадии рынка. Как бы это смешно не звучало. Что же вам сделать? И полезна ли вам эта информация? Конечно же, нет, друзья. Она не полезна. То есть, когда вы смотрите массовый контент. Ну, помимо моего канала, естественно. Такую саморекламу дал себе. Имею право, кстати. Вы уходите от важных, ну, от важных проектов. От важных моментов. Вы упустите дроп, да. Вы упустите, может быть, амбассадорку. Может быть, ноду не поставите. Даже, хорошо, можно и в этих активностях не участвовать. Которые мы пропагандируем на канале. Вы не откупите монету одна интересную. Вам никто не скажет. Вам скажут, чия там, шмия, да. То есть, на хайпе, которые монеты пере... Ну, как-то сказать, хомяков, которых много, которых тяжело тащить. Тот же атом, да, как, например. А гему вам не скажут. Ну, которые дают там иксы большие. Но это все вам нужно делать и ресерчить. Друзья. Подытоживая. Подытоживая. Старайтесь всегда иметь свое мнение на любую проекты, да. На происходящее в рынке. Сами ресерчить что-то. И примерно понимать, на какой стадии рынка вы находитесь. Это очень важно. Да, сейчас... Сейчас подключились к торговле аи-боты. Ну, условно, аи-трейдеры эти. Искусственный интеллект. Сейчас, я думаю, вот такие вот истории, где памп-дамп, они будут усложняться. Где мы будем все думать, да, дамп. Например, как сейчас. Будет интересно увидеть, ну, под хай, да, цену биткоина. Там 50-56. Где фиксились крупные игроки. И это возможно, чтобы, ну, сбить столпу с... С виденья какого-то. Поэтому будет все усложняться. И так дурить рынок становится все тяжелее и тяжелее. Я помню прекрасно, когда было дно в 15 тысяч. Да, предполагаемое. Как все кричали, что будет 8. И то же самое, я помню, когда были хаи, да, все кричали, будет 70 там с чем-то. То есть, ну, очень сильно рынком инфлей, ну, и вся, скажем так, криптомедиа пространство манипулирует этим фоном. Вы должны оставаться со своей головой, со своим расчетом, опираясь на всю информацию. То есть, с твиттера, из блогеров и прочее. Желательно, еще раз повторю, массовых блогеров очень аккуратно слушать. Потому что они за слова свои не отвечают, да. И, как говорится, они сразу говорят, ну, заработаете вы, это ваше. Потеряете вы, это тоже ваше. А я тут просто вот так вот купил что-то и прочее. Да, то есть, это, ну, это в целом так, но и не так. Все равно, что не загоняет толпу. Да, вы должны понимать, люди так устроены, они привыкли слушать авторитетов в кавычках. Значит, еще раз под это, делая итог видео. Прав тот, тот, кто на какой стадии скажет противоположное. Если вы на бычке, на пике говорите, что биткоин будет ноль, вы правы. И то же самое, если вы на медведе говорите, что будет миллион, вы тоже правы. Потому что вы сделали правильно, ну, и, условно, люди послушали вас, теоретически купили. Вот так. Вот как-то так, друзья. До новых встреч, подписывайтесь на тележку, на YouTube. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok